Напоминаю, вы смотрите телеканал «Варианты». Я рада приветствовать в нашей студии актрису Владимирского академического театра драмы Елену Серегину. Елена, здравствуйте. Здравствуйте. Совсем недавно отгремела премьера «451 градус по Фаренгейту». Елена, расскажите о вашей роли. Кто вы там в спектакле? Я играю жену главного героя Милдред. Играю в парусы рядный Бруннер. И вот. Ваша героиня какая? По книге она очень холодная, очень без интересов женщина. Ее интересует исключительно все новое. Новые телевизоры, вот эти стенки. Ее диеты интересуют. То есть исключительно внешние, ничего внутреннего. Вот в этом спектакле мы попытались сделать более многоградной ее, более интересной их историей любви с Гаем. Ну и надеюсь, у нас получилось. Как вживались в роль? Легко ли вживаться в роль и интересоваться исключительно новыми технологиями? Да нет. Это как раз очень знакомо. Было очень интересно вообще сам процесс работы над этим спектаклем, над этой ролью, потому что он был довольно самостоятельным. Режиссер, он так, мы обсуждали, оговаривали какие-то вещи, много говорили. А на практике у нас вот было небольшое количество времени уже на площадке. Мы, ну он предоставил нам, как бы, делайте. Вот как мы разобрали, делаем. И пробовали. Я дома сидела, разбирала тоже, поскольку мы в пару работали. То есть времени еще меньше было лично. Ну и у меня его рядом получается. И я дома много тоже сидела. Было очень интересно. Я в первый раз самостоятельно так вот, чтобы прям над ролью работать. Понравилось или нет? Или все-таки приятнее, легче, когда режиссер говорит, так, иди сюда, сделай это, сделай так? Просто вот именно в таком формате, вот абсолютно, как бы, у меня впервые. Я где-то терялась, где-то наоборот, как здорово, я могу вот и это попробовать, и вот это. Я бы хотела в дальнейшем какой-то некий микс, чтобы и говорили, что делать, но при этом мы не ограничивали сильно до шага в плоте. То есть давали свободу. А вообще, насколько вот, ну, там, для актера, на ваш взгляд, вот эта свобода именно в репетициях нужна? И нужна ли она? Очень нужна. Но это еще внутренняя свобода, в первую очередь. То есть, как бы, вот взять и что-то предложить сделать. Я вообще в первое время очень стеснялась. Сейчас мне нравится, мне понравилось. Это, мне кажется, классно. Ну и правильно вообще для актера. Вообще, сам спектакль, вот, там, когда читали книгу и так далее, было ли для вас это, ну, там, я не знаю, открытием, читали ли вы вот это произведение раньше? Конечно, да. Я читала, ну, не знаю, лет 17-18 в первый раз. Потом перечитывала уже спустя некоторое время после нашей первой читки сценария, инсценировки режиссера. И мне понравилось, что там вот эта линия удлинилась. Непосредственно в спектакле, да? Да, в спектакле. Потом я перечитала еще раз книгу. Ну, да, это вещь такая сильная, классика. Ну, мне нравится. Вам лично насколько близка героиня? Смотря в каких моментах. Мне понравилось очень, что, ну, так режиссер как бы предложил, и мы это делали, что она где-то очень вольная. Хочу так и делаю. Вот это мне нравится, потому что иногда я себе этого не позволяю. Все-таки есть какие-то рамки там свои личные. И мне это очень понравилось. Где-то совсем не близка. Где-то она очень холодная, очень жесткая такая. Он все время говорил слово на такая, Магбет, Леди Магбет. Я это еще ищу до сих пор в этой роли. Есть звонок зрителя, давайте ему ответим. Алло, здравствуйте, Игорь, мы вас слушаем. Говорите, пожалуйста. Здравствуйте, Елена. У меня такой вопрос. Как быть, если спектакль у актеров состоялся не вовремя? Спектакль. Интересный вопрос. Бывает, что вы не вовремя начинаете спектакль? Или вообще там кто-нибудь опоздал или еще что-то? У нас и эту премьеру задержали минут на 10, наверное. Первую, по-моему, премьеру. Бывает, бывает. Я помню, где-то мы ждали и полчаса, еще когда театр был. А вот за это время, вот ваше личное состояние как актера, вот это ожидание, влияет ли оно как-то на саму работу, на саму игру? Ну, это, конечно, не очень нравится. Ну, просто как бы это вопрос некой этики, вежливости такой. Но мы все понимаем, что и пробки, и всякое может случиться. Нет, стараешься не растерять, настроиться. Это же тоже важно. В итоге мне выходить и делать. Поэтому стараюсь. Возвращаясь непосредственно к этому спектаклю, как прошла премьера? Помимо того, что, да, там 10 минут задержали. Ну, это... Уже, видимо, телезритель в курсе, возможно, был, да? А на болевшем, возможно, да? Да, да, да. Да, я думаю, что хорошо. Все залы были полные, насколько я знаю. И вот сейчас у нас третий спектакль будет. И он, насколько я знаю, по-моему, весь зал продан. Ну, смотрите, сейчас, когда третий спектакль и все билеты проданы, это уже показатель того, как прошла премьера в определенной степени. Проданная премьера – это скорее проданные ожидания. Согласны? Согласна, да. Вот здесь вы лично, как считаете, ожидания оправдали? Спектакль оправдала ожидания зрителей? Вот то послевкусие, которое было после завершения спектакля, после финальной сцены? Я надеюсь, что да. У всех же все-таки ожидания – это очень субъективно. Кто-то, может быть, вообще книгу не читал, просто пришел, потому что ему сказали. Кто-то, наоборот, вот и хочу, чтобы было как в книге. Поэтому, но в целом, мне кажется, да, зал очень хорошо принимал. Плюс мы играли две премьеры, и в одну я играла в массовке, другую роль, и обе премьеры мне понравились. Своей героиней вы довольны тем, какой она получилась? Ну вот как и режиссер сказал нам всем, у вас всегда есть куда расти, вы сами это чувствуете, где можете сделать лучше, где по-другому, ну, имея некие рамки. Мне кажется, можно еще найти многие вещи какие-то. Я думаю, что буду еще пробовать. Ну вот ближайший спектакль состоится… 22 февраля. 22 февраля. Вот 22 февраля. Ваша героиня будет немножко другой, не той, которой она была. Я думаю, что да, потому что играть будет ариадно. То есть в любом случае она будет отличаться, да? Да. Я буду очень хорошо танцевать в этом спектакле, так что да. Вот, кстати, когда, ну, это достаточно часто, да, так происходит, когда несколько, ну, две актрисы одну и ту же роль исполняют. Вот здесь. Есть ли между вами какое-то определенное соревнование? И пытаетесь ли вы подсказать или быть немножко другой? Вот как это происходит? Ну, соревнований я не знаю. У нас, мне кажется, этого не было, никаких проявлений, по крайней мере. Да нет, я думаю, что не было. Было вот это желание уже выйти на ноги, встать на ноги, работать, то, что мой долгий период был, мы читали. А когда вышли, оказалось, что раз и две недели у нас осталось. И поэтому, наоборот, мы очень сплоченно работали, очень всегда подсказывали друг другу. Вот она, допустим, вышла, поработала, тут же сказала, какие были замечания. Я тоже в зале смотрела, потом я вышла, сказала, что там изменилось. Поэтому, ну, я люблю очень в пару работать. А вот разные ли героини или нет? Невозможно же сделать их одинаково. Да, разные, все равно, потому что своя органика, свое понимание, особенно, когда тебе дают, ну, словно на откуп роль. Да, так что, конечно, мы тоже сорядные разные. А почему, как вы считаете, вот так режиссер выбрал разный типаж для одной и той же роли? Для чего? Это нужно задавать ему вопрос, да? Я думаю, что да. Ну, было ли для вас это, ну, там, я не знаю, неожиданностью? Ну, да, да, ну, как бы, я не ожидала этого. Ну, удивились ли вы этому? Ну, это не было прям, о, боже, я получила роль, просто здорово, да. Он у всех спросил, вы никто не против работать в паре? Скажет, что я не против. Он еще до распределения ролей просто как-то был вопрос. А что, бывает, что кто-то против, да? Да, бывает, потому что это занимает много времени, кому-то, наоборот, не нравится, что вот меньше времени он потратит на работу над персонажем своим. Ну, как один из вариантов. С учетом, что мы играем еще, ну, бывают большие промежутки между спектаклями, вспоминать. Это да, бывает накладно кому-то. Помимо театра, вы себя пробуете в кино. Расскажите об этом опыте. Это очень-очень классный для меня опыт. Мне нравится. Я только начинаю это делать, как говорят, осознанно. То есть уже понимать, чего я хочу, куда я не хочу идти. Так, чего хотите, куда не хочу. Есть, я понимаю, меня интересует, например, платформа, онлайн-платформа. Это совершенно другие, чем, допустим, то, что по телевизору показывает именно контент. Есть уже ряд кастинг-директоров. Мы как бы вот в кино ориентируемся, ну, по режиссерам, конечно, но не каждому попадешь. Но есть ряд кастинг-директоров, которые тоже, допустим, кастингуют на телеканал «Домашний» или на платформу «ОКО». Ну, грубо говоря, тоже есть. Вот список, кому подаешься. Сходишь на мастер-классы, записываешь самопробы, ты там на кастинге ездишь. Ну, один из фильмов, в котором вы снялись, вот скоро уже выйдет на экран, так? Расскажите. «Волант», я так понимаю. Я снялась с ним, если честно, год назад вообще. Как-то это так. То есть ожидание затянулось, да, собственно? Да, но тут по ряду своих каких-то причин он затянулся. Он должен был, по-моему, в 22-м году выйти, насколько я помню. Да, было очень интересно. Это такой мой первый опыт на хромакее работы. Вообще я увидела это все так, вау. Я там в групповке, в эпизоде снялась, но мне очень понравилось. Во-первых, нам хорошо заплатили за почти ничего не делания. Во-вторых, это было очень интересно, как работает камера, как работает на хромакее, как работает артист. Вот стоит Юлия Снегирь, Колокольников, режиссер Лакшин тоже. Процесс был потрясающий за ним наблюдать, участвовать в нем. Но что будет, и как будет выглядеть фильм, что потом заменят, какие будут, вы этого не видели, да? Нет, 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 нам, конечно, не показывали. То есть для вас это тоже будет сюрприз? Да, сюрприз. Был полностью зеленое помещение, зеленая лестница и только наши костюмы. Костюмы героев, наши костюмы. Какой-то реквизит. Бокалы вот у Гелла, ее помощниц. То есть, а где вы будете находиться? Это бал, бал Воланда. Но как это будет выглядеть, мне самой интересно. Когда премьера? Точно знаете, нет? Весной. Весной, да? По-моему, там точно даты нет. На весну 23-го года. Ну что, держим кулачки, да? Принесет известность. Если не вырежут, кто знает, как там. То есть даже вырезать, думаете? Не потому что ко мне какое-то отношение, а всякое бывает. Ну просто, да, какую-то сцену. Вот здесь, на ваш взгляд, то, что вы пробуетесь в кино и так далее, большая разница между театром и кино? Помимо даже вот того самого ожидания премьеры, и ты не знаешь, да, что получилась работа, как это вообще сработало? Ну, в принципе, надо быть честным. И на камеру, и в театре. Просто разница, возможно, вот если крупный план, например, там, не будешь делать какие-то крупные оценки. Ну, в какой-то технике. Я не знаю, я сама в этом разбираюсь, но мне кажется, главное это вот честно идти от себя. Ну, понятно, от задачи, которые тебе поставили, от вообще предлагаемых обстоятельств, всего остального, но быть органичным, не врать. Елена, помимо пробы в кино, помимо работы в театре, на нашем телеканале по пятницам идет проект «Имя символ». Там у вас тоже совершенно другая роль, там вы ведущая. Это вроде и не кино, и не театр. Здесь вот насколько интересно было работать в этом проекте? Это было очень интересно, и тоже мой первый опыт такой сразу был. Я прямо училась по ходу. Мне очень помогали Маша Ремега, Соня Шипеля, ведущие, организаторы, все ребята, также операторы. Все очень поддерживали, помогали, учили. Для меня было сложной проблемой. Соня очень такой требовательный режиссер, очень педантично к своему тексту, слово относится. И иногда вот у меня просилось чуть-чуть своими словами сказать, более как бы естественно сделать речь. А ей очень важно было, чтобы вплоть до запятой все было точно сказано. Да, иногда это занимало время разучивать вот эти. У нее еще мысль очень интересная, такая витиеватая идет. Она очень начитанная. И я иногда просто зазубривала, сидела, зазубривала. У нас там одну букву не так скажешь, все заново. Но все равно это было очень интересно. О чем мечтает? О каких ролях мечтает актриса Елена Серегина? Я думала над этим недавно. Ну, мне бы очень было интересно поработать вообще над Шекспиром. Я вот понимаю, что я практически... Я много его читала, произведений, скажем так, но не была занята. Гамлет, я вводилась только вот в один спектакль, в массовые сцены. И я думала, какой же все-таки сейчас мне интересен. Я понимаю, что «Сон в летнюю ночь» – вот роль Елены. Мне кажется, она мне бы подошла очень. И вот у нас, кстати, сейчас будет спектакль, должен быть, насколько я знаю, «Серанода Бержерак», следующий «После леса», который сейчас репетируется. Очень люблю это произведение. Очень люблю этот спектакль с Джеймсом Маковой. И я бы хотела тоже мне быть динута. Ну что ж, ждем от вас новых ролей. А нашим телезрителям напоминаю, что наша гостья сегодня – актриса Владимирского академического театра драмы Елена Серегина. Елена, спасибо вам. Спасибо.